здравия всем желаю давайте-ка поговорим о целях крымской войны крымской в кавычках зачитаю вам пассаж вот это самой Англии значительная часть общества не понимала смысл крымской войны и после первых серьезных военных потерь в стране и в парламенте возникла сильная антивоенная оппозиция позднее английский историк дед тревильян писал что крымская война являлась просто глупой экспедиции в черное море предприняты без достаточных оснований потому что английскому народу наскучил мир в ужасная демократия возбужденная своими излюбленными газетами подстрекалась крестовому походу ради турецкого господства не английского господства замечу а турецкого господства над балканскими христианами такое же непонимание целей войны со стороны великобритании высказывает современный английский историк де ливен который утверждает что крымская война в первую очередь была французской войной ну а вот какие причины побудили францию начать войну с россией именно в крыму прелюдией к войне стал конфликт николая первого с наполеоном третьим пришедшим к власти во франции после переворота 2 декабря 1851 года николай не считал нового французского императора легитимным поскольку династия бонапарта была исключена из французского престола наследия венским конгрессом чтобы продемонстрировать свою позицию николай первый поздравительной телеграмме обратился к наполеону третьему месье монами дорогой друг вместо допустимого по протоколу месье мон прер дорогой брат подобная вольность была расценена как публичное оскорбление нового французского императора и привела к тому что французские войска поехали воевать в крым если сопоставить вот эти намерения ну они озвучены здесь я их просто зачитал и полуостров крым то возникает полное ощущение того что обманывают на букву м относительно того что плане реализации вот этого всего нужно было затевать войну при этом как я уже показал напрягаться по полной отмобилизовываться по полной и ехать именно в крым потому что ну где же еще это все нужно было решить кроме как в крыму ну а теперь давайте посмотрим на реальные цели мелкопритонии в этой войне сопоставим их размах этих целей с тем что нам стюхивают что коалиционные войска приехали только в крым аланские острова и финляндия возвращаются швеции где крым и где аланские острова и финляндия да прибалтийский край отходит пусть где крым и где пруссия и прибалтийский край королевство польское должно быть восстановлено как барьер между россией германии так вот где пуссия где германия где крым да молдавия и валайки и все в устье дуная отходит австрии ломбардия венеция отходят от австрии к сардинскому королевству я уже не говорю о том что австрия и сардинское королевство это вообще структуры если такие были существовали воевавшие на одной стороне понятно что чтобы ломбардия и венеция отошла к сардинскому королевству к союзнику притонии в этой войне от союзника притонии в этой войне необходимо было приехать в крым и два года там ползать бегать и прочее 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 по другому эта проблема не решалась никак крым и кавказ отбираются у россии отходят турции причем кавказ на кавказе теркесия образует отдельное государство находящиеся вассальных отношениях турции и обратите внимание еще на следующее что с тех пор никакие их не цели и никакие их не задачи вот этих вот тварь с островка они не поменялись ровно также отрабатывается на нас все что тогда тогда было задумано ну а теперь внимание парижский трактат документ который завершает эту войну во имя бога всемогущего их величество император всероссийский император французов королева соединенного королевства великобритании ирландии король сардинский и император атаманский побуждая желанием положить конец бедствия войны и с тем вместе предупредить возобновление давших конный повод незразумений и затруднений решились войти в соглашение с ее величеством императором австрийским ну так вот кто-нибудь мне пояснит что дело здесь император австрийский тогда как известно или тогда как нам втюхивают австрия в этой войне никакого участия не принимал но и это еще не все давайте посмотрим на подписантов мирного соглашения понятно да что мирное соглашение подписывают стороны принимавшие участие в вооруженном конфликте ну действительно было бы смешно если бы подписание капитуляции в 1945 году ну принимала бы вот венесуэл участие ну или чили или папуа новая глинея и так подписан парижского трактата о мире россия россия австрия понятное дело франция великобритания пусть и вот у нас пусть и здесь сардиния турция у меня вопрос кто-нибудь еще сомневается в том то это война не было крымской вами на этом доклад закончил всем добра здравия всем желаю я позволил себе свести воедино цифры из разных источников о потерях которые состоялись у сторон течение этой крымской в кавычках войны давайте посмотрим 309 тысяч миллион 39 600 785 но это приблизительная цифра потому что здесь идет ссылка на вот этого господина шиню француза 258 тысяч 784 511 609 689 310 среди вот этого всего но изучите потом на досуге я могу сказать следующее если вы попробуете найти в интернете большую советскую энциклопедию именно статью о потерях вы там этих цифр не увидите то есть кто-то сделал так что это можно увидеть лишь только в печатном издании а а в интернете этих цифр нет что касается вот этого безобразия я уже об этом говорил что цифры идут в сторону существенного занижения потеи то есть после того как я начал публиковать этот материал интернетные крысы онлайн начали редактировать историю так чтобы было удобно и беспроблемно хотя проблему они себе наделали сами самого начала еще до интернета на основании же этой чудесной таблички я могу сказать так что разброс потерь 258 тысяч до миллиона 40 тысяч то есть четыре раза разброс потерь если вы думаете что так необходимо давать историческую справку о какой-то войне но вы заблуждаетесь и это прямой указание лично для меня что наслажает просто покупку я могу сказать следующее что никаких сведений о потерях практически нет какими из этих цифр руководствоваться тип каждый выбирает сам это не не касаясь того какая цифра действительная цифра на этом доклад закончил всем добра